Всем привет, друзья! В этом видео хочу поговорить с вами о том, зачем, собственно, нужна Панчанга, нужно ли вообще ей интересоваться. И веду три образных примера, по которым я могу описать, почему мне эта тема интересна. Может быть, вам тоже это чем-то покажется разумным. Первый пример – это то, как мы чувствуем настроение других людей просто с первого взгляда. Особенно, если это близкие люди, особенно, если это женщины, например, мама или жена. Практически все мужчины могут почувствовать настроение своей женщины, просто посмотрев на нее, и ей даже не надо для этого ничего говорить. То же самое можно и про мужчин, просто поскольку у мужчин психика в несколько раз слабее, чем у женщин, то настроение мужчин сложнее определять, но тоже при желании можно. Особенно, если это начальник или какой-то значимый человек, отец или кто-то из близких. О чем это говорит? Ну вот йоги, например, объясняют это тем, что мы просто своим умом воспринимаем состояние ума другого человека. И для того, чтобы в такое взаимодействие вступать, не обязательно использовать для этого физическое тело. То есть, если бы у нас не было физического тела, мы могли бы обмениваться этой энергией на уровне ума без всяких слов, без языка. Собственно, йоги говорят, что когда у нас нет этих тел, то есть до воплощения в это тело или после воплощения, мы большей частью так и общаемся. То есть, если даже между собой мы, как люди, вот так вот можем общаться на уровне исключительно энергетики, на уровне обмена настроением, на уровне через глаза, через какую-то интуицию, то если допустить, что то, что говорят йоги, это правда, что каждая планета – это личность, насколько же более могущественным является то настроение, в котором сейчас находится какая-либо из планет, и насколько сильно ее влияние на все, что находится вокруг нее. Поскольку эти все планеты, они находятся в таком одном небольшом относительно домике, как Солнечная система, то можно предположить, что вот именно из их настроений и соткана вот эта вот вся эмоциональная погода всей Солнечной системы, и каждый момент в зависимости от их отношения между собой эта погода меняется, и мы, как маленькие-маленькие микроскопические частички этой Солнечной системы, тоже постоянно находимся вот в этих потоках энергетических, в этих вибрациях. Встает логичный вопрос, а, собственно, когда я чувствую настроение человека, то я с ним, в принципе, на одном уровне нахожусь, но вот эти личности, которые планетами управляют, неужели они каждый раз вот именно на меня направляют какую-то свою энергетику, которая на меня и влияет? Ну, конечно же, нет. Скорее всего, нет, потому что масштабы личности несовпоставимы. Ну, вот если мы допускаем, что у планеты есть личность, то масштабы моей личности, к примеру, и личности любой из планет, они сопоставимы примерно как личность моя и личность какого-либо из муравьев в муравейнике. Это второй пример, которым я иллюстрирую, почему мне кажется, ну, чем мне эта тема окажется интересной и значимой. То есть масштабы личности настолько несовпоставимы, что я не могу не испытывать на себе влияние вот этих планет, именно потому что я, ну, просто я уже родился в этой Солнечной системе, и, ну, вот в этом смысле я обречен постоянно испытывать на себе влияние этих планет, то есть их настроение, их качество характера, их отношения между собой. Со мной они, естественно, ни в какие личные отношения, ни в какое общение вступать им в голову такое никогда не придет, потому что они просто не знают, кто я. Ну, если даже и знают, то вряд ли я чем-то очень сильно их заинтересую и привлеку своим масштабом личности. Я испытываю на себе их влияние исключительно в силу того, что я пришел, можно сказать, к ним в гости в эту Солнечную систему. Это их Солнечная система, потому что они здесь самые масштабные личности, и они управляют всем, что здесь происходит. Это я просто к тому, что мы, ну, мы в этой Вселенной не хозяева, ну, если рассматривать картину йогов. Вот они видят это так. И, соответственно, ну, у меня нет выбора испытывать на себе это влияние или не испытывать. Я его испытываю по умолчанию. И у меня есть выбор только один – изучать, как на меня влияют эти планеты, или не изучать. Если я это изучаю, у меня появляется выбор использовать это влияние в своих целях, или не использовать его, или как-то поддаваться ему, но уже сознательно. Вот это, кстати, третий пример, который я хотел привести. Это рыба, которая идет на нерест из океана. Ну, когда рыбы идут на нерест, они выбрасывают икру, ну, например, там, лососевые рыбы. Они выбрасывают икру в пресноводных реках. И они из устья этой реки идут против течения до самого истока. Несмотря на то, что, ну, каким бы ни было сильным течение, особенно чем ближе к истоку, тем течение сильнее, рыба все равно может идти против течения до самого истока. Это значит, что она знает, как идти против течения. То есть, ну, к примеру, если она повернется поперек течения, ее, скорее всего, будет сносить течением, и она не сможет тогда плыть. То есть, она знает, как плыть против течения. Вот точно так же и человек, который знает, что он находится в потоке времени, он может изучать, ну, хотя бы вот эти пять частей, из которых состоит панчанга, из которых соткана эмоциональная погода каждого дня. И изучая вот эти пять составляющих, человек понимает, вот сегодня поток времени влияет на планету и на меня на этой планете вот таким образом. Как мне это использовать? Я, например, могу запланировать на этот день те дела, которые соответствуют энергетике этого дня. И делать их именно в тот отрезок времени, например, в Абхиджит Мухурту, когда моя активность принесет максимальный результат. Когда я это не изучаю, у меня и выбора такого нет. Я просто плыву по течению, и это не мой выбор, это обреченность. Ну, по крайней мере, я это вижу так, поэтому эта тема мне интересна. И поэтому я этим делюсь с вами абсолютно бесплатно. Подписывайтесь на мой канал Евгения Айогина в Телеграме, в ВКонтакте. Я туда стараюсь каждый день выкладывать панчангу на текущие сутки, если я это делаю утром, или на следующие сутки, если я это делаю вечером. Пишите в комментариях, на какие темы вам хотелось бы, чтобы я записал видео. Буду рад любой вашей обратной связи. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok